Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан читает письмо, она радуется, узнав, что ее мать жива. Поскольку его отец написал в письме, я разлучил тебя с твоей матерью, Дилан надеется, что, возможно, моя мать где-то ищет меня. Затем он поворачивается к Сеэтбею и Ханифе-Ханифе и спрашивает, почему вы так плохо со мной поступили. Когда приходит письмо и господин Сеэт говорит, что он много искал свою мать, но она внезапно исчезла, Дилан говорит, почему я должен вам больше верить, но господин Сеэт плачет, мне очень жаль, что я солгал, это ложь и мело съел меня. Дилан очень зол на них. Пока он злится из-за того, что вы отняли у меня шанс обнять руки моей матери, Баран держит Дилана, вытирает слезы и говорит, не волнуйтесь, мы найдем вашу мать, пойдем отсюда. Когда они собирались уходить, Баран Сеэт повернулся к джентльменам и сказал, вы больше не подойдете близко к Дилану. Пока Дилан поворачивается к Ханифе, Ханифе и говорит, что все, чем он занимался годами, закончатся здесь, я знал тебя, а Ханифе, Ханифе и Сеэтбе плачут. Дилан говорит, что ты украл мою жизнь, берет Барана за руку и уходит из дома. Работая на кухне, Гуль плачет о том, как она может выйти замуж за того, кого не любит, и в то же время думает, я сделаю это ради своей матери, она много страдала за свою жизнь, и даже если меня вырвет кровью, я должен сказать, что выпил клюквенный шербет. Господин Кудрет предлагает устроить концерт Мавлида по случаю сорокалетия Азади Ханым Керри. Госпожа Кадер приходит к ним и спрашивает господина Кудрета, они придут завтра не для того, чтобы просить Розу. Если ты позволишь ему, Салих, он должен попросить Розу у тебя. Но господин Кудрет сомневается и спрашивает, есть ли у Гуля согласие по этому поводу. Госпожа Азади немедленно вмешивается и спрашивает, спросит ли Кадер вас, если девушка не согласится, и госпожа Кадер отвечает, что да, Гуль сказала это сама. Но в это время Гуль приходит подавать фрукты. Когда господин Кудрет спрашивает Гуля, ты собираешься жениться на Салихе или у тебя есть согласие, Гуль сначала воздерживается, а затем, из-за резкого взгляда Гэжи Азади, она отвечает, что она хочет выйти замуж за Салиха. Однако, хотя господин Кудрет желает ему удачи, он с подозрением относится к Гэжи Азади. Дилан и Берон сидят у моря, и Дилан снова и снова читает письмо, которое написал его отец. Разум Дилана полон вопросов, например, почему мой отец разлучил меня с моей матерью, почему он попал в тюрьму, где сейчас моя мать, звонила ли она мне и любила ли меня. Баран, твоя мама тебя очень любила, конечно, ласкает твое лицо, чтобы ты не волновался. А потом, когда он держит Дилана за руку и говорит «пойдем», Дилан спрашивает, где он, но Берон говорит, что увидишь, когда он уйдет, и они уйдут. Ханифе хочет собрать свои вещи и поехать в Германию как можно скорее. Господин Сеет ведет себя более сдержанно и спокойно по сравнению с Гэжой Ханифе. Берон нашел могилу отца Дилана и привел его туда. «Я знала Барана как убийцу моей матери, об этом имени всегда говорили в нашем доме, на самом деле он взял на себя ответственность только потому, что был обязан своей жизнью Сеету. А через некоторое время мы услышали, что он заболел и умер в тюрьме, значит, твой отец невиновен». Дилан очень злится на своего отца и спрашивает Барана, может ли быть невиновен человек, который разлучает его дочь с ее матерью и отдает ее кому-то другому для наказания за преступление, которого он не совершал. Джефдит и Цеврии приходят и говорят им, что с младенцами все в порядке, но стресс и грусть запрещены. Когда госпожа Ханифе говорит, у нас есть для вас сюрприз, мы едем в Германию, Цеврии становится очень счастливой и сразу же встревожена. Дилан объясняет, что он злился на своего отца, за то, что тот разлучил его с матерью и отдал ее другим на могиле отца. Объяснив все эмоции, которые он испытывает внутри, они покидают кладбище, прощаясь с бабой. Когда они приехали в особняк, был вечер, Дилан боялся заходить, он понял, что я плачу, и спросил, не опухли ли у меня глаза. Когда Бэрон закрывает лицо и говорит, не волнуйся, его невозможно понять, Дилан обнимает его и говорит, ты для меня все, я не смог бы нести ни одного из них без тебя. Бэрон говорит, не волнуйтесь, с этого момента вы не будете нести какое-либо бремя в одиночку, и они заходят внутрь. Дилан говорит, что я увяз в своих проблемах и забыл о Гуль, позволь мне зайти к ней. Он приходит к Гулю и спрашивает, как она. Дуль говорит, я в порядке, завтра они не придут. Дилан спрашивает, ты настроена решительно, собираешься ли ты выйти замуж? Конечно, госпожа Кадер отправляет Гуля к Хасанбею, чтобы дать ему возможность сказать слово. Затем Дилан говорит Гэжи Кадер, сначала ты была для меня матерью, мне было очень трудно, как и Гулю, помоги и поддержи ее так же, как ты помог мне. Хотя господин Хасан советует Ферату действовать серьезно, не пытайтесь вести себя как баран и все испортить, Ферат злится. Тогда Хасан говорит Ферату, что пока ты разрываешься на части, завтра они придут просить Гуля. Дюль слышит разговор и приносит кофе. Пока господин Хасан желает удачи Гулю и удачи моему сыну, Ферат говорит, что не будет пить кофе и уходит. Бэрон и Дилан сидят на кровати. Когда Дилан говорит мне, что я не похож на своих мать и отца, потому что меня усыновили, она спрашивает, можем ли мы найти фотографию моих матери и отца. Пока Бэрон говорит, мы расследуем их всех, не волнуйтесь, Дилан задается вопросом, есть ли у меня братья и сестры, бабушка и дедушка. Когда я спросила Барана, интересно, жива ли моя мать, что она чувствовала, когда ушла от меня, и ищет ли она меня до сих пор. Баран говорит, ты можешь спросить его, когда мы его найдем, и обнимает меня. Когда Ферат загоняет Гуля в угол на кухне и настаивает на женитьбе на Салихе, Гуль говорит, чтобы он ушел, оставь меня в покое, я не хочу, чтобы ты был в моей жизни. Когда Ферат смотрит мне в глаза и спрашивает, можете ли вы мне сказать, Гуль говорит это, хотя это трудно, и Ферат уходит. Джевдит оказывает давление на Гэжу Ханифе, и господина Сиита узнает правду и злится. Господин Сиит не дает ему шанса и злится, говоря, собирайся и уходи. Бэрон не ходит на работу, чтобы не расставаться с Диланом. Когда Дилан говорит, ты теряешь работу из-за меня, Бэрон отвечает, ты моя сила и моя работа. Дилан выражает свою любовь к Барану, и Баран отвечает ей взаимностью и рассказывает историю того момента, как он влюбился в ее внешность. Когда Дилан говорит, что я не имею никакого отношения к кровной мести, Бэрон говорит, что мне жаль за то, через что тебе пришлось пройти, я тоже участвовал в этом, я не могу простить себя. Дилан говорит, да, я никого из них не одобряю, но я тебя любил, ты тоже очень совестливый человек. Они обнимают и целуют друг друга. Дилан снова уснул на груди Барана. Баран отправляет Джихану сообщение и зовет его в кабинет к отцу. Дилан спит, пока они с Бараном смотрят друг на друга, она слышит позади себя голос матери и идет в том направлении, точка затем, оглядываясь назад, она не может найти Барана и, вздрогнув, просыпается. Когда она говорит Барану, я чувствую, что моя мать жива, Баран говорит, что я обещаю найти твою мать, и они обнимаются. Госпожа Сабиха задумчива, она потеряла сон, и ей постоянно снятся кошмары. Хевен приносит чай и лимонное печенье и говорит Сабихе, что Дилан очень доволен лимонным печеньем. Госпожа Сабиха очень обеспокоена тем, что сделает Джавахир, она не хочет, чтобы кому-либо причинили вред, и она просто хочет, чтобы Дилан был счастлив. Салих пришел в особняк, чтобы пойти за покупками с Гулем. Пока она поправляет волосы, чтобы войти, из двери выходит Феррат. Когда Салиха собирается постучать в дверь, Феррат кашляет и не позволяет. Когда Гуль становится любопытна и подходит к двери, она понимает ситуацию. Когда она спрашивает Феррата, почему Гуль не издает странные звуки, он отвечает, что это раздражает. Когда Гуль говорит пить воду, даже холодную, Феррат отвечает, я пью теплую воду, наслаждайся ею. Когда они собираются забрать ее сумку и уйти, Гуль велит Салиху подождать, возвращается и предупреждает Феррата, чтобы тот посмотрел на меня и не устраивал сцен. Пока Баран ждет в кабинете, приходят господин Кудрет и Джихан. Когда Баран и Джихан разговаривают друг с другом, и господин Кудрет говорит, «Скажи мне, что это такое», Баран объясняет, что настоящая семья Дилана не сеет. Когда господин Кудрет узнает, он говорит, что это за нечестность, что это за люди. Настоящий отец Дилана – Хикмет Елмаз. Он говорит, что узнал об этом, приставив пистолет к голове Сиита. Господин Кудрет считает, что если Баран узнает о матери Хасана, никто не сможет у него отобрать Хасана. Баран говорит, что он стерпит это только ради Дилана, и наша первая задача – найти мать Дилана и собрать информацию о Хикмете Елмазе. Проходя перед своим кабинетом, Хасан слышит, как Баран произносит «Хикмет Елмаз» и спрашивает, откуда это взялось. Цеврея очень рада, что у нее есть семья в Германии. Когда Джевдит хотел пойти попрощаться с Диланом, Ханифе не разрешила ему, и они поссорились. Дилан идет в сад особняка и думает, что они с Бараном разговаривают о его матери. «Как я был одинок, я рад, что в моей жизни есть Баран, спасибо Богу, что соединил наше сердце друг с другом». Роуз сделала покупки для помолвки. Пока она вынимает их один за другим на кухне и раскладывает на стойке, к ней подходит Дилан, и Гуль, глаза которого полны слез, говорит, они захотят меня сегодня. Дилан спрашивает, ты уверена, мы знаем, что ты ее не любишь, хочешь быть несчастным всю оставшуюся жизнь, не примени правильного решения, потом ты об этом очень пожалеешь. Как только Гуль говорит, что уже слишком поздно и пути назад нет, в двери появляется Феррат. Когда Дилан видит Феррата, она уходит, чтобы проверить, как там Баран. Феррат приходит к Гулю и говорит, расслабься, я просто пришел попрощаться, ты уже принял решение, мне больше нечего делать, я уезжаю за границу, и они оба плачут. Когда Феррат уходит из кухни, говоря, что она не девочка, Гуль начинает рыдать. Когда Дилан приходит в комнату Барана и Баран говорит, что они все знают, Дилан пугается, а Бэрон говорит, что ни о чем беспокоиться. Господин Кудрет, не грусти, дочь моя, мы тоже твоя семья, ты знаешь, что я не разлучу тебя с Бараном или Джиханом, а Джихан говорит, ты тоже моя тетя, мы никогда не оставим тебя одну. Господин Кудрет говорит, не волнуйтесь, мы найдем вашу мать как можно скорее. Когда Дилан говорит, вы очень хороши, мне интересно, чем я заслужил вас, Бэрон говорит, что мы на самом деле сделали. Ты вошел в нашу жизнь как ангел и исцелил нас всех. Затем Дилан говорит, я рад, что вы моя семья. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok